Всем привет, меня зовут Даша Кей, это Степан, и сегодня я врываюсь с обзорчиком косметики с iHerb. Кстати, подстригла волосы и обновила свои розовые прядки, они стали какими-то малинами. С iHerb я очень много и часто заказываю всяких добавок, но сегодня время протестировать косметику. На iHerb 30 тысяч натуральных продуктов, доставка более 150 стран мира. Да, это крупный бренд, и знаю я его давно. Служба поддержки у них на 10 языках, 24 на 7. И, конечно же, есть доставка по РФ. Это видео сделано в коллаборации с брендом iHerb, приятного просмотра. А потом я расскажу о своих добавках, их я подсмотрела у доктора, который занимается отщением организма, и как бы на этом составила свой пул добавок, которые можно принимать. Сразу же покажу, что я заказала, это отщающая маска от Julep, такая вот палетка хайлайтеров, стики для лица, консилер, кремовые тени, популярна в Америке бренд CoverGirl, Laura Mercier, потому что и у нас ее нет. Еще какие-то супер бюджетные румяна. Начну я, как и говорила, с маски. Вот такая вот масочка, две маски. У, этим... Очень хорошо. Первый шаг. Достаньте маску, выдавите, нанесите, релаксуйте 15-20 минут, смойте маску и наслаждайтесь своей кожей. Достаю. Это была очень бюджетная маска, их положили тут две, но самой тканевой основы здесь нет. Средство. Его я наношу на лицо. Ой, оно очень плотное. Даже напоминает немножечко альгинатную маску. Ой-ой-ой. А это не просто ли гель для умывания? Похоже прям на гель для умывания. Я поняла, это вот как со свинками маски есть, которые вздуваются потом. Это вот по той же технологии работающая масочка. Ну вот, маска начала пузыриться, честно говоря, мне это напоминает какую-то пену для бритья. Пока маска действует, расскажу немножечко вообще о косметике с iHerb. Я выбрала косметику, которую я хотела либо давно попробовать, как Лаура Мерсиэ, либо это популярные бюджетные американские бренды, которые не продаются у нас в России. Я превращаюсь уже в какого-то ландеморта без носа. На iHerb есть как бюджетная косметика, так и дорогая. Я думала сделать такой микс того, что мне реально понравится. Там есть такие бренды, как Beko, которые стоят дешевле, чем у нас. Я не могу серьезно разговаривать с таким лицом. Я пойду отдохну. Очищающий маск толк держать нельзя, я, наверное, уже пойду смывать. Смылись мои брови, и все. Ой, масочка называется. Я ее смывала щеточкой для лица, чтобы полноценно удалить все излишки и почувствовать реальное очищение. Я бы хотела такой полноценный гель для умывания, допустим, в баночке. Может быть, он и продается. Как маска не очень удобно использовать, поэтому ставлю 8 молочков из 10. Смыла маску, сделала брови, сделала еще себе кофе. Намочила спонжик. Приятно, когда можно часто менять блендеры, особенно, когда они стоят недорого. Такой вот тональник от Cover Girl. Это BB крем. Не забивает поры, без масла. Чистое матовое покрытие. Для жирной кожи, ну, я взяла для себя. Моя кожа универсальна. Я могу тестировать любую тональную основу. Хорошо это или плохо, я не знаю. Оттенок я подбирала по фотографии. По-моему, я попала тон в тон. Кстати, он очень хорошо и приятно разносится руками. Но спонжиком я все равно воспользуюсь, чтобы попробовать его наслоить. Не знаю, для какой жирной кожи он создан, потому что он очень приятный и мягкий. Я бы не сказала, что он либо муссовый, либо суперматовый. Скорее всего, этим тональником пользуются школьницы. Мне кажется, могу наслаивать его бесконечно. Я просто посмотрю, как он наслаивается. Хотя у меня еще есть консилер. Такое ощущение, что спонжем, в принципе, любой тональный крем может наслоиться. Я вот сейчас смотрю в зеркало, и я совсем не вижу этого тональника на коже. Когда смотрю на себя через камеру, то вижу, что в целом лицо стало более ровное. Но когда подносишь чуть ближе, совершенно незаметно. Такое ощущение, что какой-то увлажняющий крем нанесен. Это реально биби-крем, который не видно на коже. Он смотрится как обычный крем. Вроде бы он наслаивается, но большие недостатки я не думаю, что он перекроет. Оттенок у меня 510, выглядит даже как-то немного поаптечному. Этому тональному крему использую его в тандеме с вот таким вот спонжем. Ставлю 9 лайчочков из 10. Снимаю один лайчочек за то, что покрытие недостаточно матовое. Для обычного или немного жирнящегося типа кожи, как у меня, я думаю, отлично сойдет. Было бы интересно протестировать его, как он продержится весь день. Возможно, я вставлю те кадры, когда я сейчас пойду на массаж и продержится ли он спустя мои потения. Следующий продукт это консилер Laura Mercier. Премиальный американский бренд, по-моему, это Made in USA. Сделано это в Америке. Знакомая отдушка, не могу понять. Я взяла немного желтоватый, как обычно, потому что я какая, я желтенькая. Наношу под глаза, на носогубку. Добавится легко, не колет под глазами. Я решила заказать попробовать, потому что ни разу не пробовала бренд. Знаменитой пудры, к сожалению, не было. Я взяла другую, более бюджетную. Когда я делала заказ, я была немного потемнее. Тональник сейчас мне подошел идеально, а консилер все-таки темноват. Сразу чувствую, что такая упаковочка приятная. Стушевался и лег отлично. Надеюсь, что он не будет пересушивать эту зону и просто ее уплотнит по цвету. Задача таких консилеров, чтобы перекрыть синячок. С ней он справился, он немного желтоватый, как раз хорошо нивелирует эту область. Для высветления нужен оттеночек посветлее, но я взяла вот такой вот, какой взяла. Он, в принципе, в оттенок моей кожи, когда я чуть-чуть подзагорела. Консилер мне очень понравился, ему я ставлю 10 лайчочков, максимальная оценка. Пудра у меня бренда Cover Girl, он тоже бюджетный. Упаковка оказалась коричневатая на просвете. Может быть, нанести этой пуховкой для полноты картины? Использую свой мокрый спонжик. Бейкинг дело такое. На подбородок немножко, на лоб. Я забыла использовать еще один кремовый продукт, е-мое, ну ладно. Сейчас продукты такие пошли, что можно и кремовым сверху бахнуть, а если не получится, то я сама виновата. 103 оттенок пудры, и буду смахивать. Ну вот после бейкинга лицо выглядит просто идеально, я не знаю, я настолько люблю эту технику. Свою цену, единственный ее недостаток, то что она пачкается. За это я, наверное, сниму ей лайчочек. И лайки я снимаю за пуховку, потому что, ну, ну что это такое? Этой пудре я оставлю 8 молочочков из 10, двигаемся дальше. Поняла, что я забыла нанести кремовый продукт. Ну а что делать? Нанесу кремовый продукт на сухой, но наносится не из стика. Это кремовый хайлайтер, это та же фирма, что и маска. Сделано это в Италии. Выглядит упаковка очень дорого, и я почему-то, наверное, повелась на это. Это хайлайтер в оттенке Pearl Glow. Я нанесу на руку сначала. Красивое полупрозрачное сияние. На ощупь он гелевый, и я думаю, значит, он нормально нанесется на пунру. Может быть, из-за солнца я смогу в полной мере показать, как сияет этот хайлайтер. Лучше раскрываются прямо на коже. Вот таким вот образом сияет этот хайлайтер. Как раз выглянуло солнышко. Я все продукты выбирала по отзывам. Я, наверное, два дня выбирала продукты, складывала их в корзину. Даже можно немного на глаза нанести. Кремовые хайлайтеры вообще, если они держатся у вас на коже, то вам очень сильно везет. У меня раз на раз не приходится. Какие-то держатся, какие-то нет. Интересно, как поведет себя этот на коже. Хайлайтер прям очень понравился. Ставлю ему 10 лайчочков. У меня был, походу, какой-то бум на лицо. Я купила для него очень много продуктов. Это еще румяна, еще сухой хайлайтер, и вот такая вот большая палетка. Аккуратно я делать это не умею. Такая вот красивая палеточка. Полупрозрачные оттенки. На фотке она смотрелась более яркой. Спокойно, обычно, какого-то дикого восторга она у меня не вызвала. Наверное, повелась на такую яркую упаковку. Все-таки вот эти вот румяшки. Мне идут рыжие румяна, но, в принципе, румяница я не очень люблю, потому что я обычно с ними всегда перебарщиваю. Наберу немного бронзи. Ну, бронзер очень пигментированный. Для тенюшек я сделаю просто сводч. Для палетки ставлю 6 лайчочков из 10. Поскольку у меня еще два продукта для лица, я просто затонирую. Я взяла румяна Лауре Мерсье. Румяна, которые держатся 10 часов. По-моему, если я правильно перевела, это те румяна, которые держатся 10 часов. Оттеночек фреска. Та-дам! Вот такой вот красивый оттенок румян. Если говорить о выгоде, то эти одни румяна стоят столько же, сколько стоит эта палетка. Поэтому кому что... А я хочу попробовать эти румяшки. Так, возьму немножечко румян. Это как даже контуринг-румяна. Они такие рыжие. Не до контуринга получится. В принципе, те румяшки тоже рыжие, но они не такие. И сама текстура более полупрозрачна. Есть небольшие блесточки, что мне не очень нравится. Наверное, за эти блесточки сняла бы один лайчочек. 9 лайчочков из 10. А если я буду еще более загорелой, то будет смотреться просто потрясающе. Кстати, хайлайтер до сих пор светится, хоть я его и запудрила уже. Да, вот хайлайтер, он 10 лайчочков, да, оправданный. Переходим к хайлайтеру. Он сделан в Италии, Made in Italy. Выглядел на картинке он тоже очень красиво. Такие вот оттенки. Ой, а что это красиво? Что интересно, вот этот вот оттенок. Это прям блестки на прозрачной базе. Бывают такие хайлайтеры. Делаю вот тут сводч. Я думаю, вы понимаете, соотнося даже с этим оттенком. Этот оттенок не выглядит жизнетемным. Сейчас я возьму обычный хайлайтер, нанесу. Вот этот оттенок просто красивый хайлайтер, то есть ничего нового. Просто красивый хайлайтер, как пигмент. Сейчас я возьму вот этот оттенок. У меня тут уже есть сияние, что он ляжет еще плотнее. Обалденное сияние. Вот такие хайлайтеры, они меньше подчеркивают текстуру, мне кажется. Сейчас я попробую нанести сюда. Видите, у меня тут есть небольшая припухлость, которая, в принципе, у меня генетически сформирована. Я думаю, подчеркнет ли он ее больше или нет. Потому что цветы отражают, они меньше подчеркивают эти припухлости, которые ничем не убираются. Ни патчами, ни кремами. Скорее всего, только массажами, может быть, или только вырезаться, или уколами. Я думаю, что вот как раз-таки вот этот вот хайлайтер второй, который не как пигмент, а который как маленькие рассыпчатые блестки на прозрачной базе, он светоотражает и делает очень красивый. Этот оттенок я бы использовала как тени. Хотя, я думаю, предполагается использовать два вместе. Вы сначала наносите первый хайлайтер, и потом дублируете вторым, прям на самый вот эту наивысшую точку. Такое прям крэйзи сияние. Я не ожидала, что настолько круто будет смотреться. Я прям рада. Буду использовать. Главное, далеко не убирать этот хайлайтер. 9 лащечков из 10. Не могу же я 10 поставить. Второй хайлайтер мне очень понравился. А вот первый я бы еще доработала. Я же сказала, что я взяла очень много чего для лица. Это румяшки Cover Girl. Они очень бюджетные. Набираю немного румян на кисточку, на обычную. У меня уже есть тут румяна, я просто добавлю. Мне интересно, что получится. Я румяна ношу очень редко, я уже говорила. Всегда хочу найти свои идеальные розовые румяна и всегда пользуюсь только какими-то рыжими. Вот эти даже я сейчас наношу, я не понимаю, они мне идут или нет. Вроде получилось неплохо, нужно доделать глаза, накрасить губы. Я ставлю 8 лащечков из 10. Текстура и упаковка, конечно, оставляют желать лучшего, но наносится неплохо, как обычные недорогие румяна. Зачем я взяла столько продуктов для лица? Я не знаю, как я планировала это наносить, но у меня еще есть один хайлайтер. Он выглядит как новогодняя игрушка. Можно, в принципе, повесить кому-то в подарок. Есть ли у меня тут еще место, чтобы наносить дополнительно хайлайтеры? Наверное, я сделаю свотчем. Ой, вот этот прям золотой. Ах, это шампань. Такие вот три золотых хайлайтера. Смешаю все три хайлайтера и нанесу носку. И они очень как-то ярко блестят. Этот хайлайтер мне понравился больше, поэтому этому я ставлю, даже несмотря на его интересную упаковку, 7 лачочков из 10. Переходим к глазам. У меня вот такая вот розовая красивая палеточка и кремовые тени. Начну я с кремовых теней. Они даже больше гелевые. Тени у меня первого оттенка. Eyeshadow 101. Вот такой вот бронзовый уголок глаза. Такие тенюшки мне нравятся, что их можно нанести и растушевать прям пальчиком. У меня глаза не жирнятся, но века все равно нависшая. И внутри образуется такая вот складочка. Она меня не напрягает, потому что я могу просто взять и расправить тень. Этому гелево-кремовому продукту я ставлю 8 лачочков из 10, потому что я думаю, что в течение дня они будут не так сильно фиксироваться. Перехожу в теня. Сзади тут классический изображен глаз, как эти тени можно использовать. От этих теней очень вкусно пахнет. Бежевый матовый цвет. В любом случае нанесу его куда-то под бровь. Вот я набираю чуть-чуть, и они прям сыпятся в хорошем смысле. Очень пигментированные тени. Делаешь сводч, они пигментированные. Но вот когда переносишь на глаз, пигментация какая-то слабенькая. И это вот как раз и этот случай. Я не ожидала, но слабовато переносится. Возможно, я напудрила очень много века. Теперь возьму вот этот оттенок. На кисточке его прям много. На глаз, кстати, шиммерные тени переносятся обильно. Светлый шиммерный оттенок наношу во внутренний уголок глаза. Этой палетке я поставлю 7 лачочков из 10. В принципе, все растушевалось, хорошо растушевалось. Но где пигмент, извините меня? Там очень красиво подобрана. Конечно, нужно накрасить ресницы. И я взяла вот такую вот объемную тушь. У меня были хорошие отзывы, я решила попробовать. Тушь написана, тоже сделана в Америке. Сейчас туши с маленькой щеткой популярны, потому что можно подобраться прям к корням ресниц. Она прям такая кремовая. Отличная тушь. Вы видели, как я ей накрасила ресницы. Не подвивала их даже. 10 лачочков из 10. Для губ у меня блеск и какой-то матовый мусс. Начну с муса. Хоть бренд и бюджетный, кажется, что он выполнен как-то качественно из-за того, что у него красивая упаковка. Оттенок прям мой. Протухшая роза. Так. Угу. Знаете, даже глаза сейчас не смотрятся какими-то бледными. Такая вот помада. Он однозначно попадет в мою косметичку. Я нанесла даже без карандаша. Этому муссу я ставлю 10 лачочков из 10. И вот такой вот блеск. Одинаковые у них аппликаторы. На свотче он прям безраженный блеск. Сарамельного такого цвета. Вот так вот он смотрится на помаде. Мне интересно, как он будет смотреться без помады. Поэтому я это все сейчас сотру. Мне даже так больше нравится. Без помады. У него почти нет пигмента. Я, наверное, поставлю ему 8 лачочков из 10. Блесков у меня очень много. И найти можно очень бюджетные блески. Такой блеск приятно доставать из косметички. Очень похоже. И издалека смотрится как будто бы люкс. Вот такой вот обзор косметики у меня получился. А вот такой вот обзор косметики с iHerb у меня получился. Сейчас я расскажу еще немножко про баночки. Начиталось много отзывов про коллаген. Его я заказала для кожи. Он идет вот в таком вот порошке. Сразу же с витамином С. Достаточно дорогие бифидобактерии, которые можно не хранить в холодильнике. Их я увидела у врача. Количество бифидобактерий, они на уровне с количеством бактерий в Нарине. Я не злоупотребляю комплексами, потому что знаю, что эти комплексы, они могут оставаться и сохраняться в наших органах достаточно долго. Поэтому нужно знать, что принимать. У меня тут даже написано, как их нужно пить. Потому что я не очень шарю в английском и перевожу все с переводчиком. Это капсулы с грейпфрутом вместе с ахинацией. Противобактериальное и противовирусное действие оказывают. Есть еще такая популярная тема, как имбирные шоты. Я делаю шоты, если нужны какие-то энергетические с большим количеством макро- и микроэлементов. То я делаю вот такие вот из зеленого снадобья. Тут 91 элемент в одном. То есть тут намешано вот такое вот количество всяких фруктов, овощей. Вэтграсс, как раз из которого шоты делают. Можно добавлять это в смузи. Такая вот зелененькая там есть лопатка. Либо просто с водой размешивать и пить. Вместо шотов я развожу вот такую вот штуку, потому что не бывает всегда под рукой свежих каких-то овощей. Лучше не на голодный желудок, лучше с едой, с кашками, с какими-нибудь. Опять же, что касается кишечника и лучшему выведению. Вот тут у меня тоже таблички, что по сколько раз нужно пить. Но я опять же пью по нужде, потому что я примерно поняла, как они все действуют. Капсулы с дополнительной клетчаткой, которая выводит все забродившее из кишечника. Есть такой же псиллиум, но не в капсулах. Его достаточно сложно пить, нужно запивать большим количеством воды. Что касается косметики, в целом все мне понравилось. Не вызвало никакой аллергической реакции. Я надеюсь, вам понравилось и вы нашли каких-то своих любимчиков. Я расставила, в принципе, лайчочки и сказала сегодня, почему и как. А мы со Степаном идем проверять эту косметику на стойкость. Вечером я вернусь. Сейчас я пойду на массаж. Даже самой интересно, сколько часов продержится этот косметоз. Но я думаю, после массажа он умрет. Вот так вот макияж смотрится при естественном свете. Я однозначно перехайлайтилась. Ну, блин, извините, сколько я три хайлайтера протестировала. Я нанесла туда, куда не нужно было. Я поняла, что мне очень нравится, как смотрятся мои ресницы. Они у меня очень редко, когда так завиты. Мятая, но довольная. Вышла я с массажа. Все, конечно, не очень так сохранилось. У меня вот тут обмятина от того, что я лежала. Гобная помада съелась еще по пути, наверное, на массаж. Я начала кусать тубу, как обычно, и схавала ее. Конечно, на массаж лучше не ходить с макияжем. Лучше сразу идти на мероприятия. С вами была Даша Кей. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.